Надо сказать, что по итогам 2020 года Саратов занял 15 место в группе крупных муниципалитетов по индексу качества городской среды. Данный рейтинг делало Министерство строительства и ЖКХ России. Были проведены работы по ремонту дорог, по восстановлению и ремонту наших тротуаров, пешеходных зон. Реконструкция была сделана путепроводами. В принципе, началась работа путепроводами. Вообще не занимались десятилетиями последние в городе Саратове. Потому что на сегодняшний день восемь путепроводов находятся в проекте. И половина уже сделана, и половину мы ожидаем будет август-сентябрь месяц. Также обустройство общественных пространств, приведение порядок наших дворовых территорий. Здесь еще недостаточно нами сделано. На территории города имеется 25 пересечений автомобильных дорог с железнодорожными путями. В том числе 12 действующих железнодорожных переездов. Как минимум три из них находятся на магистральных дорогах нашего города и требуют строительства путепроводов. В настоящее время ведется проектирование строительства нового путепровода через железнодорожные пути по улице Песчаного-Медской в Калининском районе. Так называемый путепровод Жасминный. Исполнитель, зарекомендовавший себя организацией проекта «Мосстрой реконструкции». Окончание и выполнение проектных работ ноября 2021 года срок реализации 2022-2023 года. Помимо этого завершено выполнение проектно-изыскательских работ при конструкции транспортной развязки «Стрелка» исполнителя института «Стройпроект». Настоящая проектная документация уже разработана и проходит государственная экспертиза. Проект грандиозный, интересный, ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ порядка 6-7 миллиардов и реализация рассчитана на три года. Буквально неделю назад мы получили проект, прошедший экспертизу еще двух путепроводов на капитальный ремонт. Это путепровод Халтынный и 8-я дачная, а также мостовой переход Глеба-Чеховрад. В этом же году мы планируем исключить муниципальный контракт на выполнение проектных работ еще по трем путепроводам. Это 9-й и 10-й по улице Степана Разина, Радуга в заводском районе и 3-й дачная в Ленинском. Кроме того, планируется ремонт после ДТП путепровода 195-й на улице Орженикидзе, который сам по себе находится в хорошем техническом состоянии. На следующий год мы в обязательном порядке планируем охватить проектами все оставшиеся объекты. Кроме того, если заглядывать в будущее, мы понимаем, что есть другие узкие места. Это и развязка в районе Зуборезного, Сокурского тракта. Необходима организация автомобильного движения через железнодорожные пути в районе Красного моста. Проектирование либо путепровода, либо тоннеля между улицами Степана Разина и 16-й Белогринский проезд. Это благотворительный проект. Там нет ни одного бюджетного рубля. Работы планируется завершить первыми числами сентября. Это улица Волжская от Радищева до Некрасова. Продолжение той же плитки, которая на площади Кирова, проспекте Кирова. С поднятием и расширением ливневых каналов, с освещением. Поднимем также велодорожку, потому что уровень Волжской покрытия где-то на 6 см увеличивается, потому что мы берем такую же основательную плитку, которую на проспекте Кирова. Я должен сказать, что на той неделе был в Москве и был свидетелем, сам попал, как говорят, под залповый дождь. Количество осадков такое, что я тоже порядка 5 колодцев наблюдал, крышки рядом на полметра вода. Надо понимать, что не делают с большим запасом прокладку в проектах решения под такие объемы, когда происходит залповый дождь. С этим испытывают многие муниципалитеты. Именно поэтому в послании президента было принято решение, в том числе финансирование и расшивки этих проблем, связанных с ливневыми канализациями в городах. Еще раз повторюсь, все наши ливневые канализации, которые существуют, они были сделаны по проектам в советское время. И на сегодняшний день служба на водосток занимается их прочисткой, содержанием и так далее. Да, есть вопрос провальных решеток от верхних стоков водоулавливателя, но работа происходит плановая. А если говорить в целом о системе ливневых канализаций в городе, потому что город меняет конфигурацию. Появились за последние 40 лет новые микрорайоны, новые поселки, новые дороги, проспекты. И, к сожалению, там нет ливневых канализаций. Именно поэтому на сегодняшний день руководитель Варсунов Павел Анатольевич готовит муниципальную программу. Сделаны расчеты все, приоритеты, что в первую очередь необходимо финансировать. Поэтому ливневыми канализациями мы будем заниматься. Абсолютно правильный вопрос, потому что востребованы сегодня и велосипеды, и ролики, и самокаты. Практически любой возраст на сегодняшний день проводит время на этом виде, назовем его транспорта. Что касается отдельных велокаркасов, веломагистралей, на наш взгляд, необходимо в первую очередь сделать на зеленых, уже сформированных наших зонах. 50 лет октября, Астраханская, Рахова, Вторая Садовая. Все вот эти коридоры зеленые, которые были в свое время сделаны как легкие, которые соединяют магистралью с широким коридором практически районы города. Если говорить про наши дороги, есть позиции и мнения, что необходимо делать на дорогах, забрав пространство и сжав наши полосы дорожного движения. Вопрос очень спорный, потому что всегда водитель или владелец автотранспорта, пешеход и тот, кто на велосипеде, всегда конфликт. Нужно найти эту гармонию. Я считаю, и мы с коллегами это обсуждаем, что тогда, когда мы сделаем каркас парковок и дадим возможность горожанину или владельцу автотранспортного средства оставить транспорт, параллельно необходимо ограничивать парковки на наших улицах, потому что сегодня и слева, и справа машины стоят. И тогда мы посмотрим на возможности сделать выделенные линии для велопробега. То есть это такой процесс, и его надо синхронизировать. Нельзя что-то одно выпить вперед, будет конфликт. Поэтому на сегодняшний день вы знаете, что у нас есть возможности в рамках сноса ветхих аварийных домов, мы смотрим те вот эти земельные участки, которые можно под это использовать. Возможно появится, как это, баланс спроса и предложения. Кто-то из частного бизнеса, частники начнут делать многоярусные парковки в центре города. И тогда у нас будет возможность ограничивать движение в центральной части, где дороги узенькие. Потому что если взять, например, Большая Казачья, явный яркий пример, там три полосы, но работает, наверное, может быть одна. Потому что есть вещи, где уже в два ряда бросают. И тогда система в целом, она распакует возможность движения, возможность оставить транспорт не на дороге, потому что полоса должна работать. И тогда, возможно, добавлять для маневра делать выделенные линии велодорожку. В настоящее время мы еще ожидаем документы из Роспотребнадора. Как только у нас будет информация, мы, конечно, сразу до всех доведем. Продолжение следует...